Сердцем горячим и беспокойным Звон обнимаю Спасительница добрая, живая Она над павшим миром поднялась А люди жили и не знали, что Божья Матерь родилась Добрый день, уважаемые жители и гости города Гулькевича и Гулькевичского района Сегодня в гостях нашей творческой гостиной «Вдохновение» Священник Свято-Троицкого храма и романах Антоний Малинский Добрый день, батюшка! Благословите всех, кто смотрит и слушает нашу беседу Бог благословит Спасибо большое Тема нашей беседы – Рождество Пресвятой Богородицы Батюшка, расскажите, пожалуйста, об истории и смысле этого праздника Дело все в том, что мы все должны вспомнить с вами историю Ветхого Завета После того, как Адам и Ева согрешили Человечество находилось в ожидании Спасителя мира И это, безусловно, не только вдохновляло на какую-то борьбу с грехом Но и, собственно, каждое поколение с трепетом ждало, что именно в их семействе Родится долгожданный младенец Отсутствие детей в семье означало некое проклятие Некое забвение данной четы Богом Когда Иаким Иоанна, собственно, семья, проживающая в Иерусалиме В очередной раз отправилась в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву А нужно понимать, что храм в том сообществе, в том мире – это место общения Это, собственно, центр всей общественной жизни И Акима изгоняют из этого сообщества, поскольку у него нет детей И он презираем Он отправляется в пустынное место Сейчас там Хазевитский монастырь по преданию И со слезами молится о том, чтобы это проклятие от их семьи ушло После этого, собственно, Анна Будучи уже в таком почетном, скажем, старческом возрасте Независимо от того, что некоторые репродуктивные функции, безусловно, угасли Она все-таки вступает на путь материнства Ожидая, собственно, своего первого ребенка Акима Анна посвящает этого ребенка Богу И в третий день, в трехлетнем возрасте после рождения Пресвятая Дева была отведена имя на служение в храм Иерусалимский, главную святыню юдейского народа Поэтому для нас с вами в некотором плане событие Рождества Пресвятой Богородицы Находилось еще в том ветхом периоде нашей с вами истории Но именно с него начинается, наверное, финальная полоса к новой эпохе Эпохе Нового Завета Эпохе, когда человек был прощен Богом в той миссии, которую принес на землю Божественный Спаситель Хорошо А в чем особенность этого праздника и когда его стали впервые отмечать? Ну, собственно говоря, об эртологии, да Это такая область науки, которая отвечает у нас за какие-то литургические процессы в истории Мы должны отметить, что этот праздник стал отмечаться с пятого века нашего Собственно, нашей эры, нашего тысячелетия Вот этой вот эпохи Нового Завета, скажем так Почему родителей праведных Иакима и Анну назвали Бога отцами? И они понимали, что Богородица рождена не для утешения, а для служения Богу Ну, собственно, они Богу это и обещали Отдать эту девочку на служение Богу Это, собственно, было условие ее появления на свет Поэтому, безусловно, они, доверившись этому дару Божьему, понимали, что то обещание, которое они дали, они переступить не могут А богатцами мы их, безусловно, называем Они были фактически дедушкой и бабушкой Божественного Спасителя, да? А у нас с вами и прадедушки, и прабабушки, это праотцы А в данном случае, да, Бога-человек Христос, их Божественный внук Фактически по человеческому естеству Поэтому, безусловно, они богатцы, конечно Хорошо Можно сказать, что подарок от Бога родители получили для всего человечества И вот такой вопрос Это семейный праздник? Это пример супружества? Ну, давайте с вами рассуждать, да, вот, чисто логически Забегая немножечко вперед, в свое время у креста Божественный Спаситель, умирая Усыновляет Богородицы своего любимого ученика Иоанна Богослова Апостола-евангелиста Иоанна Богослова И в лице апостола Иоанна усыновляет все человечество То есть мы фактически, теряя порой земных родителей Помним с вами, что у нас на небесах всегда есть Небесная Мать И ее рождение, ее появление на свет Ее материнство, ее служение человечеству Ее служение делу спасения собственного и окружающих Ее небесная поддержка сегодня, безусловно, свидетельствует нам о том Что она это достояние всего сегодняшнего человечества Безусловно, да Конечно, это пример супружества Поскольку Иоанна, прожив очень долгое время в супружестве Не разбежались, не расстались Поддерживали друг друга Независимо от того, что у них не было главного Детей, да Они доверяли друг другу и доверяли Богу Это доверие, оно, собственно, было удостоено Вот тем подарком, который им дал Бог В отношении семейного праздника Ну, наверное, поскольку понятие семья Немножечко относительно Это праздник для каждого И семейного, и не семейного Но семья, она, прежде всего, как организм Смотрит на те примеры, которые были в истории до них Да, а первые у нас Иоакима Анна, Захария Елизавета Потом мученики Адрианы Натальи, князья Петра Феврония Вот, многие, но Иоакима Анна, наверное, одни из первых Одни из первых, которые могут служить примером, да? Да, да, да Примером и покровителями семьи Вот это, наверное, правильнее, да? Что они как покровители, да? Да, да, да Это, наверное, самое дорогое Когда у организма такого вот, как семья, у этого малой модели общества Есть покровители, это дорогоство Да, это очень важно Я знаю, что во многих семьях уделяют много внимания воспитанию детей, развитию детей Но я хочу сказать, что вот в настоящее время Почему-то стараются дать много, приобщить ко многому И в итоге получается, что дети не получают все то, что надо было в воспитании Вот, я думаю, что должна быть какая-то цель, да? Для того, чтобы не распылялись дети на что-то много То есть должна быть какая-то определенная цель Чтобы они стремились к этой цели Понимаете, вот я не хочу быть критиком стандартов современных норм образования, скажем, да? Но вот если мы взглянем на модели, которые нам сегодня предлагаются Чаще всего детей пытаются загрузить какими-то школьными дополнительными занятиями Во все внеурочное время С одной стороны, это хорошо Дети, не представленные сами себе, не сидят в гаджетах Хотя, если мы вспомним советский период, да? У детей была возможность поиграть друг с другом Уделить большое время личному общению У нас сегодня, да, отходя от основной темы Некая разобщенность общества И я как бы об этом не перестаю говорить Раньше наши бабушки и дедушки делились пирожками, которые выпекались Если в одном доме пеклись пирожки, их ела вся улица фактически Делились самым дорогим Вместе встречали праздники Сейчас этого нет Мы живем пару в многоэтажках и не знаем Кто живет у нас на втором этаже, на третьем Не говоря уже о соседних подъездах Вот, и дети, они следуют нашему примеру И как бы правильно не звучала в этом случае, наверное, забота взрослых о детях О том, чтобы они все свое неурочное время посвящали Каким-то дополнительным занятиям Возникает один вопрос жирный А кто же и когда же их будет любить? Это самое главное все-таки, самое главное Потому что через любовь, да? Мы через любовь тоже воспитываем своих детей Я пока ответа не нашел И я считаю, что с одной стороны хорошо, когда детям уделяется много внимания Они дополнительно знают английский язык, что-то еще Но ребенок, выращенный в нелюбви, не будет иметь этого личного примера Он не сможет сам построить крепкую семью Не сможет сам научиться любить Иначе ему придется идти через терны таких испытаний, которые в итоге В этом горниле, наверное, испытаний Они только так научатся любить Вот, а по идее эту любовь им должны давать все-таки родители А в чем смысл деторождения и брака? Ну, я буду говорить теоретически, да? Потому что, собственно, не могу на личном примере это все вам рассказать На самом деле брак – это ведь союз трех Семья Мужчины, женщины и Бога, как прораба, да? Которая, собственно, руководит строительством этой семейной жизни Но человек должен прежде всего из вот этой вот двоицы с помощью Божьей Перерасти в троицу К этим двумя мужчине и женщине Должны в их построении присоединиться их дети Это самое главное Родители должны прочувствовать вот эту радость материнства Дети должны научиться этому Научиться любить Научиться, да Вот тому лучшему, что знают и умеют их родители Ну да, то есть личным примером, да? Да, личным примером, да Дети должны показывать И тот, кто сегодня говорит о том, что хотим пожить для себя Вопрос для того, чтобы пожить для себя Нужно быть, наверное, глубоким эгоистом И человек, который хочет пожить для себя без детей Он не сможет жить ни для мужа, ни для жены Он навсегда останется одиноким Даже скрепленным печатью в паспорте Пожить для себя нельзя Вот, к сожалению, сейчас много таких Много таких людей молодых Которые, как вы говорите, батюшка, хотят пожить для себя А почему у вас нет детей? Да мы еще хотим для себя пожить Вот в этом, конечно, большая ошибка, да? Вот в этом, конечно, большая ошибка Ну, безусловно, потому что человек, который планирует жить для себя, он эгоист Он не способен не только к деторождению Он не способен к брачной, супружеской жизни Отсюда у нас всяческие проекты Абсолютно, наверное, крайне несвойственные русскому обществу, да? Которые учат семейные жизни по телевидению Так нельзя жить, как учат сегодняшние наши прагматики Вот скажите, батюшка, как влияет материальное благополучие на развитие семьи? Является ли недостаточно материальная обеспеченность препятствием для создания семьи, для многодетной семьи? Знаете, в свое время было изучено порядком, я скажу, много исторических документов Особенно в отношении наших священников, когда революционных Смертность детской была, конечно, высокая, но в семье появлялось до 12 детей Да, часть, конечно, умирала, там порой 5 человек Шесть выживала, но при этом эти люди получали путевку в жизнь Они заканчивали духовные учебные заведения, становились священниками Выходили замуж за священника, работали домашними учителями, преподавателями в училищах Министерства народного просвещения Яркий образец этому митрополит Вениамин Федченков Это не только человек, который жил на рубеже эпох Он наш выдающийся литератор, он эмигрант, он в свое время вернулся в Советский Союз Их в семье было семеро При этом в однокомнатной избе жили отец, мать, бабушка старенькая и дети Мясо видели там на Пасху и на Рождество Есть ли жатва, все вместе Есть ли сбор урожая, все вместе При этом многие из детей получили высшее образование Кто-то закончил курсы в институте благородных девиц в Петербурге Кто-то в духовной академии И стали выдающимися людьми своего времени Вот это яркое свидетельство того, как жили люди в то время И насколько получалось, наверное, воспитать детей Даже в таких вот, может быть, для сегодняшних социальных служб неприглядных условиях А знаменитая семья Епистемии, где все дети были воинами на фронтах Великой Отечественной войны Разве это для нас не пример? Пример, конечно Огромный пример, конечно А есть ли какие-то особенности в богослужении в день Рождества Пресвятой Богородицы? Ну, безусловно, мы накануне всегда служим праздничное всеночное бдение Утром во всех храмах Русской Православной Церкви В их подавляющем большинстве состоятся божественные литургии Если мы говорим о вечернем богослужении накануне Оно имеет массу переменных Тексты, которые будут посвящены именно событию данного праздника На литургии, безусловно, будут прочитаны евангельские отрывки Которые будут свидетельствовать нам о подвиге Богородицы Будут петься праздничные тропари, кандаки Каких-то особых, скажем, особенностей нет Которые очень сильно попадают в поле зрения Но для человека, который хорошо разбирается, скажем, в богослужении В истории богослужения Он заметит, конечно, безусловно, вот эти праздничные теории Каким должно быть отношение нас, прихожан, к этому празднику? Ну, собственно, давайте говорить, что любой праздник – это реальность То есть нас с вами с реальностью роднит не 10 прошедших минут И не 15 будущих Нас с вами реальность, вернее, реальность – это то, что сейчас Вот праздничный день – это не просто воспоминание каких-то исторических событий Это сегодняшняя наша с вами реальность И когда мы с вами это осознаем, мы понимаем, что тот праздник, который мы сегодня совершаем Это не только праздник Иерусалимской Церкви, которая свято хранит вот ту горницу, где появилась Богородица Это праздник не только древних христиан Это и наша сегодняшняя с вами реальность, в которую мы с вами осознаем тот подвиг Иакима и Анны, тот подвиг Пресвятой Богородицы Тот подвиг древнего мира, который ожидал Божественного Спасителя Те события, которые свидетельствуют нам о спасении человека И в данном случае вот эта реальность, праздничная реальность Она роднит нас не только со всеми приходами православного мира Не только с нашими предками, живущими, скажем, тысячу лет назад Она роднит нас со всей традицией празднования, со всей той реальностью, которая свидетельствует о спасении рода человеческого Ну вы как бы уже, наверное, ответили, но я все-таки задам этот вопрос Богородица подобна нам или она, скорее всего, как Божество? Ну нет, это, конечно, следует отнести к области лжеучения Потому что Богородица, безусловно, во всем подобна нам Подобна нам Единственное, да, великое таинство, которое было совершено Это таинство Боговоплощения То есть она родила, собственно, вне супружества Но в хорошем смысле этого слова Не то, что не будучи в браке Ну да Она родила без единения с супругом Но в остальном она во всем подобна нам Подобна нам Подобна нам Это еще один для нас хороший образец То есть будучи подобной нам, она достигла таких высот Таких высот И нам надо стремиться Стремиться к этому Вот в этот день на роде принято молиться при Святой Богородице Вот знаете, когда общаешься, ну вот что-то там ей получается Ну пойди, помолись Богородице Ну поможет она тебе Вот скажите, пожалуйста, вот то, что тревожит нас И если вот мы произнесем в этот день молитву, посвященную Богородицу Ну она все, она поможет, она все исполнит Ну давайте с вами говорить о том, что любая молитва – это не заклинание Не значит, что произнесенный подряд в правильном положении буковки Абсолютно гарантирует нам что-то, да Давайте вернемся к тому, о чем говорили Богородица Мать Прежде всего Прежде всего И, наверное, как любая мать, она нас с вами слышит Она помогала нам на всем протяжении истории Это нашествие хана Ахмата в конце у нас, 15 века Когда Мехмед Герай пытался у нас в начале 16 века войти Тоже Владимирский образ Божьей Матери играл ключевую роль Великая Отечественная война Даже две чеченские компании, и то у нас над Буденовском видели образ Богородицы Она помогает, но при этом любая мать, если ее маленький сыночек идет за ручку, падает на ступенечках, ударяется коленочкой, плачет, что-то конючит Не значит, что мама будет потакать всем его детским порой несмысленным просьбам То есть, независимо от того, что мы с вами люди взрослые, просьбы у нас иногда очень детские Не значит, что мы, приходя в церковь, придя к Богу, обращаясь к Спасителю, обращаясь к Богородице Там ставим свечку и говорим, а вот теперь нам все по списку, пожалуйста Да, помоги нам, вот это нам нужно, да, вот это нам нужно Во-первых, Бог не вредит человеку И вот все те наши просьбы, когда они действительно идут на пользу, Господь их исполняет Порой они нам не на пользу, а порой они своевременные Это тоже нужно понимать Поэтому здесь очень много факторов мы должны учесть Искренность нашей молитвы, сердечность нашей молитвы И, собственно, справедливость тех просьб И покаяние должно быть Покаяние, безусловно, и благодарность потом И благодарность потом Да, покаяние, да Покаяние ведь это метануя, перемена человеческого сознания То есть если я не хочу меняться, но хочу, чтобы мне периодически что-то предоставляли по списку Ну, наверное, глупо полагать, что я ничего не хочу для этого делать Но прошу высшие силы, чтобы они вопреки каким-то моим порокам, вопреки моему какому-то настрою Взяли вот и исполнили Да, да, да То есть надо уметь, придя в церковь, мы должны понимать, что мы не только приходим для того, чтобы что-то взять Мы должны отдать Мы должны поблагодарить Да, ведь благодарить порой тоже очень важно и не менее радостно, чем получать Поэтому это мы тоже должны все осознавать Какое значение имеет рождение Пресвятой Богородицы для последующей христианской истории? Ну, безусловно, наши исторические источники, скажем, такая книга, как Генезис Марии Она начинает исчислять вот эпоху Нового Завета, наверное, с Рождества Богородицы Может быть, это не совсем верно исторически, потому что мы все-таки считаем с периода Рождества Христова Но само рождение Богородицы, само появление на свет девочки в довольно пожилой паре Оно, конечно, свидетельствует о том чудесном исцелении рода человеческой от греха, проклятия и смерти И, безусловно, Рождество Богородицы, оно для нас еще и пример того, как Бог побеждает естества чин, как говорят наши тексты То есть, если это важно и нужно человеку, Господь порой перешагивает через те законы нашего естества, которые Сам же сотворил Пожилой парой рождается девочкой, и она становится известна всему миру И для нас рождение Небесной Матери, наверное, не менее важно, как рождение нашей земной Мати И в данном ключе хочется, наверное, напомнить всем нашим сегодняшним слушателям и телезрителям о том Как день рождения земной Мамы мы стараемся как-то отметить цветочком, какой-то благодарностью молитвой Поблагодарить, поблагодарить, самое главное Так, наверное, в Рождество Пресвятой Богородицы стоит все-таки по возможности прийти в храм, принести какой-то цветочек к иконе, сделать доброе дело Наверное, для нее это самый большой подарок Самое главное Я думаю, что те, кто нас смотрит и слушает, они тоже будут довольны тем, что вы, о чем вы сейчас, как разъяснили все нам, что такое Рождество Пресвятой Богородицы Я знаю, что вы пишете стихи Ну, собственно, есть такой момент в моей жизни Будучи занятым человеком, не так часто получается, но минуты отдыха, вот, иногда какая-то рифма появляется Можете вы сейчас, для нас, для всех, вот, буквально, понимаешь, быть, одно какое-то... Да, мы с вами сегодня говорили много о семье, много о любви, поэтому, вот, наверное, из вот такой вот соответствующей лирики небольшое мое стихотворение Как хороши слова любви, как сладостные они в печали, раскатом грозовым вдали они с тобою нас венчали И саю пели небеса, луга вокруг икон водили В лазури светлой, как слеза, нам ангелы венцы кодили Кружили светлячки вокруг, как огоньки свечей венчали Молитвы пели соловьи, пророки наших дум печальны Рушник, иконы многих лет, фата, как белый одуванчик И вечен мой тебе обед, одетый белый сарафанчик Спасибо вам огромное! Я очень рада, что познакомилась с вами поближе Я думаю, что это наша первая, ну, не последняя встреча Я надеюсь, что я благодарю всех наших сегодняшних телезрителей За то внимание, которое вы уделили нашей сегодняшней беседе Всем хочу напомнить, что мы всех бульгеричан рады видеть под сводом Свято-Троицкого храма Хорошего общения, наверное, с телеэкрана, лучшее общение, живое Дай Бог, что этим живым общением мы победим Тот недостаток в нашем обществе, такой недостаток, как отчуждение Всех с праздником!